Дмитрий Мелисеев Множество фото, которые вы сегодня увидите, просто валяясь на компьютере. И как-то не было особого смысла об этом рассказывать, но стало известно, что 21 декабря 2013 года Роджонс Джуньор снова проведет поединок в Москве, причем именно на той же самой арене, что и тот бой. И, соответственно, я решил с вами поделиться этими воспоминаниями, чтобы вы лучше себе представляли, что вы можете получить, поехать на этот поединок, что вы можете испытать. Ну, даже если, допустим, вы наткнулись на это видео уже, когда бой Джонса прошел, если вы являетесь поклонником фаната Брой Джонса, в принципе, я думаю, вам будет интересно, потому что я буду действительно делиться теми воспоминаниями, которые очень приятны, о том, что действительно меня тронуло, о том, как я действительно испытал очень сильные эмоции поехать на этот поединок. Но обо всем по порядку. Начну я свой рассказ немножко издалека, чтобы вы понимали, насколько для меня важен был этот поединок, важна была эта поездка. В конце 2010 года я переехал в эту квартиру, в которой сейчас живу. Событие это было, безусловно, радостное, но весьма тяжелое с финансовой точки зрения. То есть кредит, долги, необходимо сделать ремонт. На тот период я действительно жил, по сути дела, весь день. То есть просто были деньги на еду и все. Никаких развлечений, только работа, обязанности. Ну, тренировки, которые, в принципе, никогда не прекращают. Тут появляются слухи, что Рой Джонс, возможно, привезет поединок в Москве. Сначала я их серьезно не воспринял. Тем не менее, в начале 2011 года они подтвердились. В голове, конечно же, мелькнул мысль, что, о боже, тот боксер, с которого началась моя любовь к боксу, который, по сути дела, подственно меня привел к тому, что я имею сейчас. То есть то, что бокс – это одно из важнейших моих хобби по жизни. И этот боксер приезжает в Москву, и я его могу увидеть вживую. Денег не было, тем не менее, я решил оставить принятие решения о поездке до того момента, когда я могу узнать, сколько же стоят билеты. Шло время, и где-то, наверное, за месяц-два до боя я узнал, что минимальный билет стоит 2 тысячи рублей. Ну, и поскакало, скажем так. На первые ряды билеты стоили там 100 с лишним тысяч. В общем, достаточно солидный вечер бокс, потому что, несмотря на то, что, понимаете, небольшая оговорка, я не люблю вот это вот понятие фанат того или иного боксера. Потому что фанат для меня созвучно с понятием фанатик. То есть такой неадекватный человек, который не может здравооценивать боксера. Фанатики есть у братьев Кличкова, сейчас у Геннадия Головкина появились эти такие фанаты-фанатики. Но я могу назвать себя фанатом Роя Джонса, но таким осмысленным фанатом. То есть я прекрасно понимал, что это уже не тот Роя Джонс, который там доминировал в четырех весах. Ну, условно, там, который вписался в новую историю. Я прекрасно понимал, что тот Роя Джонс закончился там где-то в году 2004-2005. В 2005-м неплохая карьера Роя Джонс продолжалась до 2009-го года, когда там был бой с Кальзаги. Потом там неплохие поведенки с Шейкой, с Лейси. Потом сказка закончилась окончательно. То есть нокаут от Грина, односторонние поражения Хопкинсу. В Россию Роя Джонс приезжал заработать, потому что именно здесь мы предложили солидные деньги. И приехал он, чтобы выступить абсолютно не в своей весовой категории, в тяжелом весе. Всего лишь второй раз в жизни он наступал с весом более 80 килограмм. Я это все прекрасно понимал. Тем не менее, как и очень многие фанаты Лей Джонса из России, я хотел увидеть его. И в итоге принял решение, что черт с ним, понимаете. В жизни многие по-разному расставляют свои приоритеты. Кто-то рассуждает, что наплевать нам на поездки и так далее. Я лучше куплю себе новые джинсы, я там куплю себе айфон, куплю себе машину. Ну, у всех, скажем так, разные потребности. Но я это к тому, что кто-то гонится за материальными благами. Я не такой человек. Я немножко за иные ценности. То есть я предпочту походить там какое-то время в старых джинсах, но зато испытать какие-то эмоции. Я предпочту там съездить куда-то, но не куплю там себе новый телефон. Вот и в этом случае я подумал, что не смогу ли я выделить определенное количество денег. Это подробно, наверное, я потом расскажу, сколько минут у них все это обошлось. Но внимательно изучив стоимость билетов и что и как я увижу, я решил приобрести самые дорогие билеты на втором этаже. То есть за 4000 рублей. Сразу открою вам секрет, что в этом не было особого смысла. То есть можно было купить самые дешевые билеты на второй этаж за 2000 рублей, а потом спокойно пересесть на места за 4000 рублей. Потому что даже во время самого главного боя места свободные были, никто не проверял там, кто где сидит. То есть сразу вот эти моменты учтите. Внизу, где более дорогие билеты, там и проверяют, там места все заполнены. Но если на какое-либо боксерское шоу вы едете на балкон, скажем так, то можете смело брать самые дешевые билеты, и у вас появится шанс пересесть на самые лучшие там места. Оплатил я это по интернету, заказав через один из интернет-сайтов. Вот до сих пор у меня остался этот билет. Все еще есть задумка сделать себе на стену, ну, большой, скажем так, плакат, где будут фотографии, которые я отснял. И вставлю туда этот билет, отлично будут воспоминания. Тем не менее, даже два с половиной года спустя пока что не реализовал эту идею. Вот лежит у меня этот билетик. Поплатил. Там, кто из регионов ни разу не заказывал эти билеты, отправляются или факсом, это платежка, или скан платежки по электронной почте, тебе присылается подтверждение. Потом в Москве ты можешь получить по паспорту. Ну, это вызвало меня, конечно, несколько волнений, потому что так, заплатить за билет 4 тысячи, 400 рублей за, ну, комиссия сайта, которая придает билеты, 10% от стоимости. Плюс комиссия банка, то есть примерно 4,5 тысячи рублей обошелся мне в билет. Учитывая, что на тот момент я живу без денег, и мне это было, как бы, весьма солидно. Тем не менее, потом я сразу скажу, чтобы все было хорошо. Купил я билет и продолжил работать. В мае взял заблаговременный отпуск, все у меня в этом плане получилось. И за 3 дня до боя я отправился в Москву. Приехал я в Москву. Сразу оговорюсь, что к стоимости билетов мы можем прибавить еще стоимость билетов на поезд. То есть с Саратова до Москвы билет тогда стоит примерно 1000 рублей. То есть прибавляем 2000 к стоимости билетов. Значит, приехал в Москву, я забрал свой билет. И на следующий день я отправился на официальное репутинное взвешивание. Сразу оговорюсь, что к данному поединку и ко всем большим боям проводятся множественные мероприятия, таких как открытые тренировки, встречи с болельщиками, взвешивания. Все они абсолютно бесплатные. И если бы я был москвич, я бы просто посещал их, видел там интересных мне людей, общался бы с боксерами. Но я не москвич. Так как я приехал за 2 дня до боя, у меня не было возможности посетить открытые тренировки, и иные мероприятия, которые были ранее. Но на взвешивание я обязательно поехал. Так, получается, что многие вечеробоксы, которые проходят в России, взвешивание проводятся в торговом центре АТРМ. Весьма удобное место, то есть там выезжаете на метро, выходите и сразу видите торговый центр. Проходите, и прямо в центре зала, там поле, на первом этаже проводится взвешивание. То есть там огороженная зона для журналистов, для битперсон и так далее. Куда доступа, естественно, нет. Сразу небольшая оговорка. Значит, если вы хотите просто поехать как зритель. А в 2011 году я действительно ехал именно как зритель. В отличие от 2013 года, когда я поехал на вечер бокса того же Дениса Лебезова, уже против Гильерва Джонса, там я уже, по сути дела, как журналист. Шнырял, общался, много снимал. Видеоотчеты об этой поездке тоже есть в одном из выпусков блога. Ну, тогда я поехал действительно просто на полетчик. Более того, из-за того, что поехал я тогда в сложный, ну, я в начале рассказа на период своей жизни, у меня не было тогда ни фотоаппарата, ничего, то есть знакомые дали мне там мылицу с маленьким зумом. Ну, в общем, снимал как мог. Видео там не было, то есть снимал тогда только бокер. Если вы хотите просто как поклонник бокса посмотреть, лучше это делать со второго этажа, где удобный ракурс, где вам не будет мешать множество людей. На тот момент я так и сделал. Я приехал примерно за три часа до официального времени взвешивания, пофоткал, погулял, посмотрел, занял в итоге свое место на этом втором этаже. За полтора часа до начала, но на самом деле, если занимать позже, первые ряды все будут заняты, а так как рост у меня небольшой, ну, приходится суетиться. Да и, тем более, действительно очень хотелось посмотреть все, ну, в нормальных условиях. Если же вы хотите действительно пообщаться, посмотреть боксеров вблизи, пофотографироваться, это лучше делать с первого этажа. Наблюдать там, конечно, хуже, вам могут мешать, там кто-то закрывать, может, вам обзор. Но вы получаете вот эту вот возможность. То есть на бой Лебедева с Гильерманом я уже шастал на первом этаже. Полтора часа я прождал, ноги очень устали. В этой огороженной зоне внизу все больше и больше передалось людей. Я там видел участников приближающегося шоу, то есть там Майкл Баркер был, Крюн Гоук был. Были боксеры, которые принимали участие. Тогда еще непобедимый из моих сил. Ставший потом, ну, достаточно раскрученным, скажем так, ученик Роя Джонса, Шахин Амазал. Именно тогда он прославился этой своей историей со знакомствами с Роем Джонсом. Стоял я, ждал. И вот, наконец, началась официальная процедура взвешивания. Несмотря на то, что Денис был дома, звездой тогда был Роя Джонс. И первый выходил Денис, и на взвешивание и на бой Джонс выходил второй. Дениса, в принципе, приветствовали, так как и на бой, и во время взвешивания было немало вот этих вот патриотично настроенных. Людей, ну, ВДВшники, скажем так. Ну, я просто с интересом там все-таки смотрел, думал, вот сейчас выйдет вот Джонс, и я заору там, что Джонс, Джонс, да! В итоге, значит, приходит Джонс, я его вижу и понимаю, что у меня такое состояние, которое его действительно не передать. Я не могу выдавить из себя ни слова. То есть вот поставлю там вот этот смайл, он полностью отражает то состояние души, которое у меня было. То есть внешне, может быть, я просто там, я не знаю, улыбался или еще что-то, но там душа смеялась и плакала. Действительно, Вай Джонс был тем аксером, который всегда вызывал у меня эмоции, за которого я переживал, поражения, которые я там очень переживал. Ну, и когда он вышел, я все это посмотрел, я даже не смог это толком фотографировать, потому что, понимаете, когда ты занимаешься, там, берешь интервью, фотографируешь, снимаешь видео, ты отвлечен на вот этот вот процесс. А хочется же насладиться еще и просто, как болеющих, посмотреть и ни на что не отвлекаться. Поэтому я просто убрал в итоге фотоаппарат и смотрел на взвешивание. Был тогда немало удивлен, что Вай Джонс вышел с весом действительно как полноценный тяжеловес. При этом он там не заплыл с жиром, был в достаточно глобой форме, потому что в свое время, когда он предпринял попытку перехода супертяжа, ну, на бой с Руисом, он тогда даже супертяжелый вес не смог сделать. То есть он весил там порядка 87 килограммов. Здесь он показал вес даже немножко побольше. Посмотрел я это взвешивание, Рой Джонс потом быстро удалился. Может быть, если бы я был очень расторопный и стоял внизу, можно было бы рвануть и где-то его там перехватить, пофотографировать и так далее. Потом вроде бы говорили, что успели люди это сделать. Но я был на втором этаже. Я сказал, что там вы видите лучший ракурс, но лишаете себя вот этой вот оперативности и доступа к боксерам. Поэтому я продолжил смотреть взвешивания иных бойцов, там Силлах, Нейт Кэмпбелл. На самом деле, карта для российского вечера бокса была весьма неплох. И сам вечер бокса потом это подтвердил. На этом официальное взвешивание закончилось. И немножко еще, походив внизу, я приготовился на следующий день ехать на сам вечер бокса. На следующий день, 21 мая, я заблаговременно отправился на сам вечер бокса. Он проходил в спорткомплексе «Динамо» в Крылатском. Там все значительно неудобно, чем... Там был центр Атриум, где было взвешивание. То есть я вышел на той станции метро, которая была указана. И люди, которые там были на остановке, в принципе не знали, что тут рядом есть этот спорткомплекс. И оказалось, что до него достаточно долго еще ехать на маршрутке. Причем, когда ты доезжаешь, видно этот спорткомплекс со всех сторон очень хорошо. Но подойти к нему можно только с одной стороны. То есть там мне где-то пришлось еще 30-40 минут идти пешком, чтобы в итоге туда попасть. Наконец, я дошел до комплекса. Сразу отмечу, что перекупщики прямо около входа продавали билеты. Я не стал спрашивать, ну, насколько там все это накручено. Но, думаю, достаточно нехило. Потому что тот вечер бокса был очень-очень раскручен. То есть на тот момент я не работал ни на каком сайте, у меня не было ни блога. Вся моя деятельность в области бокса сводилась к тому, что у меня была группа ВКонтакте, где-то порядка 2000 человек. Которая посвящена была, ну, собственно говоря, Ролл Джонсу. Вот эта группа в 2000 человек за день до боя и за день после боя увеличилась, ну, где-то в раза полтора. То есть у меня было 2000 человек, через два дня у меня стало 3500 человек. И там посещаемость на тот период была больше, чем количество людей в группе. То есть порядка 5000 человек за сутки посетило мою группу. Потому что так получается, что называется у меня это основная группа бокс ставки на бои Ролл Джонс. Но именно по запросу Ролл Джонс, моя группа, выходит одна из самых первых в ВКонтакте. То есть даже вот в соцсетях все кипело. И телевидение было с Алимдейк-клана. Поэтому я думаю, эти билеты, безусловно, купили. И людей было очень много. Наконец прошел я в этот спорткомплекс. До начала вечер-бокса нас было еще достаточно много. Поэтому я походил, там посмотрел. Сувениры были стандартные. То есть там футболки порядка 1500 рублей. Кепки 1000. Всякие там мишки и иные сувениры стоили там где-то тоже порядка 1000-1500. Ну, в общем, с одной стороны ничего особенного и цены доступны. С другой стороны, если вы хотите там закупиться по полной. Ну, в частности, там мужики, видимо, поклонники Лебедева там укупали всю эту символику. И я помню, как будто они взяли там футболочки. То есть все раз в 10 тысяч отдали. Учитывая, что я, в принципе, поехал в Москву там без денег. И отдав даже те деньги, которых у меня не было. Ну, для меня это было, что уху-ху. Десятку там на сувениры. Нехило так. К сожалению, с моими билетами доступа на первый этаж у меня не было. До самого конца вечера холса. Поэтому я прошел на свой балкон, походил там, посмотрел. В принципе, я делал уже сравнение того, что я увидел с балкона, с тем, что я, допустим, видел на вечере бокса Лебедева Кириэрман Джорс уже. Там я билеты брал более близкие, на первом этаже. Ну, скажем так, лучшей ценовой категории. И, как я вот сейчас понимаю, особая разница там, ну, нет. Да, ты, когда ты попадаешь на балкон, ты, опять же, лишаешься возможности с кем-то пообщаться, кого-то увидеть, пофотографироваться. Потому что там на данном вечере в боксе было немало знаменитых людей, типа там Валуева, Рогозиной и так далее. До них, до всех был доступ. Можно было подходить, пофотографироваться между боями. Но у меня такой возможности тогда не было. Как я уже говорил, можно сесть в любое место, но у меня и так были самые лучшие места. Вечер бокс постепенно начинался. И так как это был первый вечер боксом, ну, профессиональный, на который я попал, я на самом деле смотрел все бои. То есть, наверное, все это продолжалось. Часов, наверное, пять, учитывая, что сиденья пластиковые на втором этаже. Где-то к концу вечера я уже думал, задница моя просто отвалится. У меня аж ломило все. Тем не менее, сейчас я могу оценить, что это был весьма неплохой вечер бокс с точки зрения англ-карты. То есть, это не тот вариант, когда российскому бойцу привозят не пойми никому, российский бойец побеждает быстренько и все. То есть, там это было действительно предназначено как Россия против США. То есть, много было таких пар, что они катят против россиян, но мы их случили с Силхом, это украинец там, против темнокожего бойца. И не всегда славяне побеждали. И это добавляло, на самом деле, интереса. Отмечу, что мне понравился очень Силх. Бой ныне уже завершившего Александра Николеева Александра Бахтина, если честно, в огна просто в сон. Потому что даун техничный, даун отлично защищается, но вот удара нет. И каждый раз смотреть вот эти вот 12 раундов. Бахтина я видел его вживую и по телевизору, и не мог я нормально смотреть его бои, при всем на уважение. Ну, тем более уже ждал главный вечер бокса. Наконец дождался, зал был действительно полный, хотя, как я сказал, на втором этаже была возможность сесть даже на первые ряды. Лебедев вышел вот эту классическую мелодию. Его зрители поддерживали, но когда вышел Мой Джонс, стало понятно, кто в зале хозяин и на кого пришли смотреть. Поэтому тогда вот Поветкин и прочие, патриотично тогда все это не дали. И вот слова Поветкина, что большая часть зала придет болеть за Дениса, и он посмотрел бы на тех двух чудаков, которые пришли болеть за Дениса. Ну, я надеюсь, как бы Саша понимал, что он не прав, потому что, наверное, процентов 70 пришло смотреть именно на Джонса, и из-за него, и они его очень ярко поддерживали, как до боя, так и во время его. Джонс вышел, я активно фотографировал, конечно, жалко, что у него нет нынешнего фотографа с хорошим словом, ну, как бы, сфотографировал, что сфотографировал. Пофотографировал я до конца первого раунда, потом понял, что это просто сильно отвлекает, положил фотоаппарат и достал его потом уже только, когда бой был закончен. Знаете, сейчас многие тогда начинали орать, что да что там смотреть в таких вечерах бокса, что плевать, это нам преподносит не знаю что, Роджонс уже не шел. Не слушайте этих людей. Чаще всего это говорят те, кто профессиональный боксер в живую ни разу не был. Понимаете, это то же самое, что не иметь никакой машины, никогда не водить из трамвая, орать, что автоваз говно там, не ездите на автовазе. Ты сначала купи ладу, поездь и потом перерасти до какого-то Мерседеса и тогда критикуй вас. Вот то же самое, я думаю, многие люди так и делают. Понимаете, они не были на этих вечерах бокса. Если вы, допустим, можете поехать в Германию, тем более в США, смотреть на вечерах бокса с участием Бакьяо, Майвезера, да-да-да, я тогда молчу, что действительно вы можете сказать, что эти вечера бокса в России давно. Ладно, но мы имеем то, что имеем. Мы имеем пока что, ну, своеобразный автоваз, в плане бокса, и мы должны радоваться, что есть хотя бы это. Это в любом случае развитие. И я получил удовольствие от тех поединков, на которых я побывал и посмотрел вживую. Это не передаваемые эмоции. Я вам скажу, что поединок Роя против Лебедева я в записи так ни разу не пересмотрел потом, потому что, ну, не знаю, это после того, как ты испытывал эти эмоции, посмотрел это все вживую, смотреть это потом еще и в записи. Нет, я только пересмотрел там десятый посягий раунд, несколько раз пересмотрел нокаут, но сам поединок я целиком не пересматривал. Эмоции зашкаливали. Дениса поддерживали чаще всего криками «Россия, Россия!». Джонса поддерживали именно криком «Рой Джонс!», «Рой Джонс!». И я был один из тех, кто просто сорвал горло, вот, скандируя, пусть не патриотично. Понимаете, я уже много раз в статьях и в своих видеообзорах подчеркивал, что я не страдаю вот этим вот псевдопатриотизмом. Я болею за того или иного боксера, исходя из каких-то иных факторов. И здесь я болею, конечно, за «Рой Джонса». Поединок, на самом деле, выдался просто шикарно. Я, если честно, думал, Денис сметет Джонса, потому что он все-таки физически крупнее, сильнее. У «Рой» нет, по сути дела, опыта выступлений в этом бое. Его карьера находилась уже, ну, не на самой лучшей своей точке. И «Рой» приятно удивил. Денис тогда, еще когда он не работал с Костей, если не ошибаюсь, или это был, наверное, первый поединок, он еще не был, не умел так сильно давить, потом в дальнейшем в лоях он поддавил получше, он позволял Джонсу вести его бокс. Не сильно двигаться, выкидывать свои вот эти вот удары, финтить. Знаете, если бы Джонс выиграл 10-й раунд и не было нокаута, я считаю, в этом бою и справедливым можно было бы ставить ничью. «Рой» Джонс, насколько я помню, прогулял 8-й раунд, в котором он абсолютно ничего не сделал. А так, бой был весьма конкурентным, с удачными моментами, как у Дениса, так и у «Роя». Тем не менее, случилось то, что случилось. Расскажу несколько нюансов. Рядом со мной сидели там девушки с двумя парнями, они болели за Дениса, поэтому они скандировали «Россия, Россия», потом, когда подхватывали скандирование «Роя Джонс» и «Роя Джонс», я рядом с ними на раунд, мы с ними так недолго переглядывались, забавно была ситуация, и когда был 10-й раунд, когда страсти действительно покалились, зал готов был взорваться, и эти девушки там, ну, одна девушка там заорала, «Давай, Денис!» А там, как раз, была удачная такая «Роя Джонса», ну, у меня вот действительно, я здесь сидел, как 16-летняя шоколадарка, которая на эмоции зашкаливает, и я так зловно оборачиваюсь к этой девушке и говорю, «В жопе твой Денис Лебедев!» Я вот сейчас со смехом это вспоминаю, но было дело, оно так на меня удивленно посмотрело, и тут я смотрю в сторону Инга, вижу, что Джонс у канатов, Денис наносит там удар, атакивал, знаете, смотреть по телевизору бокс, безусловно, лучше с точки зрения того, что вы все видите, камера вам показывает лучше ракурс. Так может получиться, что какие-то очень важные моменты, смотря вживую, вы даже не увидите, потому что будет неудачный ракурс. Вот для меня нокаут Джонса будет вот так. Джонс где-то там лежит канатом, я вижу широкую спину Дениса, он там наносит какие-то удары, тут отходит, Джонс падает. Я, если честно, даже не понял, что произошло. Судья показывает, что бой окончен, толпа несется к ленингу, многие зрители сразу встают и уходят. У меня было состояние, как будто я сам на каузе побывал, то есть я просто бокс, я смотрел, вот действительно, знаете, когда на краю стула так скачешь, там все смотришь. Я вот так сидел, я просто упал на кресло, и где-то минут пять вот сидел, просто как будто у меня плюху самому отвесили. Просто я в шоке был, не ожидал, ничего как-то не шло. Ну, случилось то, что случилось. Потом я достал фотоаппарат, фотографировал, когда он уже встал. Ну, и потом уже пошел к самому риму, когда появился на доступ. Пофотографировался, посидел, сфотографировался на том стуле, где был Рой Джонс, как потом шутила одна моя знакомая. Дима, да не стирай потом эти джинсы, в которых ты сидел на этом стуле. Вот такие вот приятнейшие остались впечатления, билет, фотографии. Жалко тогда, не было у меня тех возможностей, что сейчас, чтобы отснять это все на видео, чтобы пообщаться с теми боксерами, до которых, ну, был доступ. Переходим к выводам. Я уже сказал, что в России мы имеем тот профессиональный бокс, который имеем. Если вы можете съездить куда-то в Европу, в США, безусловно, вам вживую смотреть то, что мы имеем здесь, будет, наверное, интересно. Но если вы ни разу не были на боксе, не были на прошлом поединке Рой Джонса, съездите, билет будет дешевле, вы увидите живую легенду. Вот эта вот молодая и уважительная школота, которую не видела тогда прошлого Рой Джонса. Ну, вы понимаете, посмотреть что-то в записи, это уже не то. То есть они уже не могут пропитаться тем уважением, тем восхищением, которым я пропитал Рой. Для меня то, что мы имеем сейчас с Кайрой Джонсом, это уже не показатель, но это за слух не перечеркнуть. И Рой Джонс просто попал в ту же ситуацию, что и десятки других великих чемпионов, например, таких как Али, Майк Тайсен, Роберт Дюран, которые не могут вовремя уйти, которые любят линд настолько, что, ну, наверное, не могут его оставить вовремя. Рой Джонс попал в эту ситуацию, он продолжает боксировать свои сегодня 4 года. И, знаете, нужно радоваться, что мы можем его вживую увидеть хотя бы так. Знаете, опять немножко сравню с автомобильной темой, так как это тоже моя хобби, одно из многих. Старый автомобиль Феррали. Да, он, безусловно, не сравнится уже с новой быстрой Феррари, он будет медленнее по всем показателям. Но это все такая же шикарная, быстрая машина. И если у вас там максимум, о чем ездить на автовазе, то с ума сойти даже, на старый Феррари выкатиться. То же самое Рой Джонс. Да, это уже немножко, да даже немножко постаревшая легенда, но это все еще легенда. И, коль у нас не было возможности видеть его вживую в 90-е, в начале двухтысячных, порадуемся хотя бы тому, что можем посмотреть его сейчас. И, в заключении, еще кое-что. То, о чем очень много спорили тогда, после боя, то, о чем много спорили вплоть до настоящего времени, об этом я начал слышать сразу после поединка, когда я шел с под комиксом Динамо. И слышал постоянно в толпе, так как я шел такой задумчивый, расстроенный. Кстати, увидел там Наталью Логозину, который попал на своем BMW в аварии. Люди рассуждали, что вот, купили Рой Джонс, лег и так далее. До сих пор продолжается быть выстрел, что Рой Джонс продался. Или, наоборот, агрессия в сторону Дениса. Я видел, что вот он не может нормально победить стрейков, его покупают бой. Знаете, я ничего доказать не могу, как и вы. Поэтому я выражаю свою лишь точку зрения. Ни о каком подкупе речи не идет. Поединок сложился так, как сложился. Рой Джонс неплохо был бой. Возможно, расслабился в конце. Возможно, Денис понадобил. Возможно, Рой просто пропустил. Но он был напаутирован, потому что он был напаутирован, а не потому что ему за это заплатили. Я считаю так. Общался на эту тему с Григорием Стангридом. В принципе, здесь наши позиции схожи. Рой Джонс не садист. И Рой Джонс не дурак, чтобы там за лишние деньги падать в такой глубочайший накал. Понимаете, когда выдают бои, все это выглядит совсем не так. Можно действительно найти десятки боев, когда боксер толком не пропускает, от скользящего удара падает, играет вот эту роль, что Оль, он потрясен, ждет, когда судья читает 10, встает, идет в свой угол, и все супер. Здесь в поединке с Рой все совсем не так. Джонс действительно пропустил очень жесткий накрутирующий удар. Он действительно был накрутирующий. Ну, наверное, это был самый жесткий у него нокаут. Потому что от Тармера он пропустил один удар, от Грина тоже пропустил один удар. И потом он достаточно быстро оклемался, встал здесь. Джонс был действительно сильно потрясен, долго не мог встать. Очень жалко было смотреть на его семью, которые там плакали около рейнга. Поэтому забудьте вы вот эту вот херню про охотку. Россия на самом деле пробила уже настолько, что везде, где только можно, все видят, что кто-то кому-то заплатил, кто-то кого-то подкупил. Многие считают это нормальным. Это проблема уже России. И я как бы здесь не настолько испорчен еще. Поэтому моя позиция здесь такова. Можете там опять в очередной рассказывать, что я ни хрена в боксе не понимаю, что я... Ладно, я свою позицию выразил. Я считаю так. На эти плитеньки стоит ездить, стоит радоваться. Надеюсь, вам понравился этот материал, который я вам представил, что вам было интересно. Если что-то интересное еще спрашивайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Побед вам в ринге и в жизни. До новых встреч. Продолжение следует...